Большую часть интриги 28-го тура испанского чемпионата гигантской губкой вобрал себя суперматч двух культовых клубов Барселоны и Реала, посмотреть который на ноукам пришло ни много ни мало 110 тысяч человек. Игроки обеих команд отдавали себе отчет в значимости событий с самого начала. Публике некогда было скучать, и тигра практически все время проходила у тех или других ворот, словно минуя стадию перехода от обороны к атаке. Из двух вратарей тяжелее приходилось Ильгенеру, поскольку неожиданно слабо и разобщенно сыграла защитная линия королевского клуба. Роберто Карлс по обыкновению много бегал вперед, но эти его рейды нельзя было назвать подключениями к атаке, скорее выключениями из обороны. Мадридские защитники из раза в раз допускали однотипные ошибки, позволяя форвардам Барсе добиваться численного равенства в атаке. Однако решающим для перехода каталонского превосходства в результат стал второй тайм. На 51-й минуте был зален Фернандо Гера. Этот удар мил для Реала фатальные последствия. 69-я минута Андерсон открывает счет обиднейшим для мадридской защиты образом с пятачка. Налицо не обравданное пренебрежение персональной игрой. 80-я минута. Безоговорочная капитуляция Роберто Карлоса как защитника. Плуиш Фигу обводит Ильгнера ударом под дальнюю штангу. 5 минут до свистка. Последняя результативная атака Барселоны показательно издевательская. Мяч оказывается под ногой Джованни в тот самый момент, когда он всеми позабыт, а до ворот считанные сантиметры. 3-0. Вспушка командной игры в Барсе ослепляет главного конкурента в борьбе за золото Испании. Победы в призерском дерби Барселона более чем вдвое увеличила для Реала дистанцию преследования. 3-я строчка таблицы потенциальная арена жесткого противоборства нескольких клубов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова